Ихий голос. Меня слышит кто-нибудь из города. Ответьте. Говорит Белли Ме Уарт. Я здесь. В саду везде Дорси. Я засел на высоком уступе. Сможете добраться до меня? Это Рейнджеры. Сиди тихо, мы разберемся с Дорси. Ох, слава Богу. Я окликну вас, когда увижу, если будет безопасно. Эй, ты! Там на уступе. Руки вверх. О нет, они нашли меня. Так, понятно. Курица. Курица. Клюёст тот на земле. Вершина сада. На вершине каменного шпиля привольно разрослись овощи с большими зелеными листьями, обогреваемые солнечными приемниками и прочей необычной техникой. Орошаются они за счет тающего снега. Неплохо. Так, ледяной куб. Можно разбить. Невосприимчивость. Так, кто-то нажать. Что-то миллион урона. Мой дядя упоминал вас как человека сомнительных моральных качеств, мистер Клоун. Поэтому я и пошел на службу. Кто-то же должен пачкать руки, чтобы у таких хороших людей, как вы, оставались чистые сердца. Это не так. Это не то, как устроен Колорадо Спрингс, мистер Клоун. Это то, как устроены вы. Хе, вам самой видней, конечно же. Так, в общем, мы направили сюда луч. И открыли. Растопили лед. Так, шовный набор, мусорный гад, штурмовка, штурмовая винтовка, патрон. Можно еще раз нажать. Нельзя. Так, вижу Дорси. Высадчик. Больше пока никого. Фигра сохранена сама. Слезай оттуда или мы сейчас поднимемся? Убираем его. Эй, а вы откуда взялись? Валите нахрен отсюда или сдохните? Успокойтесь, поговорим как взрослые люди. Я уже нажал на него атаку. Вы имея ребенка, баба звали? Это вам тут не сейчас накостыляют. Бой начался. Блин, я первый выстрел. Получается, меня еще и окружили. Так, ну ладно, нас много. Так, это не та бочка. Так, 95. 95. Так, 86. Шерифт вон может у нас стрелять насквозь. Но у него позиция плохая. Но зато вблизи он лучше стрелять. Так, Энджел. 36. Че так? Че так плохо? Позиция плохая. Можно отсюда и одного заспили. Да. Одного отсюда убьем. Так, а этого мы убьем. Так, у него вообще 7 ходов. Очков действий так, 79. Это из укрытия они хорошо стреляют. Так, допустим, 3 потратим сюда. И присядем. Это если присесть, то шанс попадания повышается. 79. 89. То есть на 10 повысилось. Молотон-жетельмен испачкан грязью и дрожит от холода. В его широко раскрытых глазах читается потрясение. Белами Уорд. О, о боже. Вас послал Патриарх? Простите, простите. Я должен вас предупредить. Там и дальше между скальными воротами еще больше Дорси. Я расскажу все, что смогу. Только спасите заложников. Пожалуйста. Кто ты что здесь делаешь? Меня зовут Белами Уорд. Я ученый. Я изобрел солнечные приемники и создал опытные фермы на скалах. Я калибровал массивы солнечных панелей, когда здесь появились Дорси. Они гнали группу заложников. Я спрятался, чтобы не попасться им на глаза. Они просто дикари. Животные. Они избивали пленников и смеялись, когда те умоляли пощадить их. Они даже детей избили. Потому что те кричали. Потом они потащили заложников дальше, в сторону своего лагеря. Из чего ты сделал солнечные приемники? Недавно мы нашли старые нерабочие солнечные панели. От опытных времен. Сначала я не мог понять, для чего они нужны, но потом раздобыл электронную плату и разработал процесс лазерной спектроскопии. Я осознал, что мог бы помочь решить некоторые проблемы с выработкой электроэнергии, которая постоянно нависает над городом. Работа с механикой 1. Как ты получил достаточно солнечной энергии при такой погоде? Это все СУЛ или светоусиливающие линзы. Они улавливают и фокусируют рассеянный свет. Это просто удивительно. Они поляризуют волны и вызывают усиливающую интерференцию. Обычно с их помощью поддерживается постоянная температура для растений, но они также могут питать солнечные приемники или даже оттаивать замерзшие компоненты. Однажды я подключил к СУЛ динамическую кроссфотонную матрицу. Хотел приготовить бизонные стейки, но сжег всю жару. Решетка просто расплавилась. Вот что бывает, если не туда поставить десятичный разделитель. Где находятся заложники? Я думаю, они погнали их в свой лагерь за скальными воротами. Прощай. Вы спасли мне жизнь. Я этого не забуду. Лутаем. Что такое? Хлам. Хлам-носок. Хлам-машинка. Оппура-хлам. Оппура-хлам. Мышечные ткани. Груда мышц. Так тоже. Носок. Ой, это платок. Так, тут все взяли. Так вот. Так как теперь у нас наблюдение очень большое, мы видим мины. Это же мина. У ловушки. Кто у нас может... Не взорвись. А, нет, это какой-то тайник. Это по-тайной что-то был. Клад какой-то. Евангелие от Ника. Нет ни того Ника, а другого. Отрел Квипс из Писания Священного Потопа. Написанный ужасным почерком. Почитаем. Так. Итак, возвестил первым верующим церкви Святого Потопа пророк Ник, что раньше работал в магазине электроники в Bargain Village возле той пиццерии, что закрылась возле вспышки кишечной инфекции. Разве не даровал последний потоп этот великий дождь очищающего огня, новое начало нашим детям, нося прочь лживые ловушки старого мира? И затем Ник поднял над головой небьющийся авиационный кофейник. Вы все еще поклоняетесь этому? Спросил он. Нет. Восторженно отозвались ученики. Затем Ник поднял повыше компакт-диск в футляре с надписью «Лучшие танцевальные хиты. Выпуск 47». И снова спросил их. Вы все еще поклоняетесь этому? И вновь восторженная «Нет» в ответ. И так поднимал он еще металлический блендер и номер журнала «Молодежные звезды». И закрывающийся пластиковый пакет с одноразовыми фотоаппаратами. Видимо, со свадьбы. И все это было отринута паства его. Засим с праведным дневом и упоением швырнул Ник эти реликвии старого мира в ритуальный костер, что в тот день заменяла собой микроволновая печь, подключенная к ручному генератору, потому что другой Ник потерял кремень, и настоящий костер было не разжечь. «Завтра… завтра мы сожжем и эту проклятую микроволновку», пообещал он ученикам. «Или на следующей неделе, если не сможем отыскать кремень или чем его заменить». «И возрадовалась вся паства, кроме другого Ника, которого все сторонились из-за того, что он потерял кремень». Вот так вот. Так, этих мы обобрали. Так, может, он еще найдет. Так, обнаружена ловушка. Ящик с медикаментами. Берем. Патроны, патроны берем. Еще патроны берем. Так, к нему наверх тоже, наверное, можно зайти. Выберем одного. Так, с этой стороны ничего нет. Мусор какой-то. Так, подствольный фонарь. Модификатор оружия подствольный. Обращает видень на цель. Шанс попадания плюс 3%. Модификатор оружия подствольный фонарь. Модификация. Либо дальность, либо шанс попадания. Какая-то прицел это подствольная, это другое. А мы делаем шанс попадания у нас 75. Делаем 78. И дальность 26. Так, можно магазин сюда снарядить. Размеры обойма 7. Так, а этот ствол. Нет, здесь минимальный урон будет меньше. Это мы не будем делать. Магазин. Принцип, наверное, тоже можно. Хотела. Только мы это. Так, модификация. Все хорошо, так почему здесь лицо не берет вообще другое. А, это то, что она модификацию делает. Понял. Она же тоже у нас этот. Мод оружия. Ящик с оружием. Винтовка пехотного снайпера. Требуется 3 снайперские. Так, снайперские винтовки 3 уровень. Этому, наверное, будет хуже. Да, для него это все хуже. Но вот этому, возможно, зайдет. Только нам нужны навыки, которых у нас нету. Этому третий тоже не взять. Этот может взять третий, но он тогда другой не возьмет. Но, в принципе, можно и улучшать придется. Возьмем. И тебе ее передадим. Тебе она будет получше. Пробивание, скорость разгрома. Поможем даже те модифицировать ее. Опять восемьдесят девять. Нет, мне не нравится. Так, с этим больше говорить незачем. Он смотрит на вас, но все еще заторможена. Белами! 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 Посмотри на меня! Ты видел мою семью? Они здесь? Лусье? Лусье? Я... Я думал, что ты со своей семьей. Слава Богу, что я ошибался. Слава Богу! Они увидели заложников дальше, но... Лусье! Я слышал стрельбу и крики. Тебе нужно быть готовой к худшему. Если они что-то сделают с моими родными, я их всех прикончу. Ее глаза наполняют слезами, и она сердито отворачивается, когда замечает, что вы смотрите. Да, так и нужно. Я расскажу все, что поможет, чтобы помочь. Хоть этого и мало. Он уже рассказал нам все. Так, обезвредить рычагу. Взрывчатка 2 нужно. У нас взрывчатка 1. Берем 2. 10 опыта. Около ушек, оказывается. Так что, кто играет, желательно, да, берите вот эту вот наблюдательность прям. Восприятие очень нужно. Иначе здесь можно взрываться очень часто. Вот так еще опыт получаем. Правда, немного. Хотя, если надо немного, весь, по-моему, переход. Какой у нас третий уровень? Да, с третьего на четвертый, по-моему, 300 очков всего надо. Вроде. Так, вот у него вот идет сколько ей надо. Тоже где-то 300. Она уже четвертый, наверняка. Да, она четвертый. Расстрел. Так, здесь у нас мастерская Беломи Уорда. Генератор. Требуется работать с механикой уровень 2. Кто у нас механик? Беломяу. Марр. Электронный сейф. Требуется питание. Компьютер. А тоже требуется питание. Так, светящаяся слизь. Хлам. От этой слизи исходит зеленоватое свечение. Наверняка она радиоактивна. Берем. Динамическая кросс-фотонная матрица. Матрица динамическая кросс-фотонная. Что тут непонятного? Так, тест Беломи номер 110. Ряд фраз на наклейке этой кассеты был тщательно вымаран. Единственная уцелевшая надпись последняя. Она гласит тест номер 110. Ишки. Хлам. Мое, мое, все мое. Так, слушаем. Ладно. Говорит Беломи Орд. Операционный тест СУ номер 110. Я установила угол солнечных приемников на 3,12 градуса, чтобы улучшить подачу энергии со светоусиливающих линц. Также я подключила к диагностической панели более чувствительный вольтмер. Надеюсь, теперь я получу более точные показатели. Все готово. Приступаем. Светоусиливающие линзы работают при 60% естественного освещения. Примерно столько бывает в обычный день в Колорадо Спрингс. Проверяю вольтметр. О да, работают в сохранении энергии на 12% выше нормы. Даже лучше, чем я надеялся. Надеялось. Теперь можно довести сохранение энергии до 25%. Аккумуляторы будут каждый день накапливать энергию. Впервые после огненного потопа в Колорадо Спрингс будет достаточно электричества. Мне не терпится показать затыл это Тел и Меган. Они будут в восторге. Они будут так рады. Они будут так рады. Они будут так рады. Так. Коробка с лезвиями. Модификатор оружия. Груз. Все необходимое для того, чтобы сделать ваше холодное оружие острее и опаснее. Вероятность 50% применить кровотечение. Это на ближней. Так. Замерзший хорек. Боеприпасы. Так. Из истории Кумите. Книга наук. Это у нас первая книга науков. Тайны нелегальных рукопашных боев. Постоянно увеличивает параметр рукопашное на 1. Используется 1 раз. Так. Рукопашное. Вот это вот рукопашное. Вы сможете эффективнее обращаться с оружием для кулачного боя. Рукопашные бойцы поначалу слабы, но с повышением уровня раскрывают свой большой потенциал. Рекомендуется координация, интеллект, харизма. Так. Скорость в бою повышается. Оружие для рукопашных. Шанс попадания 0.30. Доступного таланта. Град ударов. Ну, в принципе, можно этому взять. Нашим основным. Типа основному. Постоянно увеличивает параметр рукопашные. Берем. Навык повышен. Рукопашные. Науки. Рукопашные. да только только ему теперь у него получается больше скорость в бою хотя но чуть-чуть да он 05 дает роль и и и оружие рукопашный шанс попадания плюс 3 она вообще у меня кассет я его продай кинул он я был можно было одеть его не выкинул его разобрал пункт так автоматическое оружие разбираем как снайперская винтовка первого уровня разбираем это тоже разбираем а как теперь нам это допустить нет питания они исходят на на ком-то нас сюда встать до стали туда дает можно этому подойти интерфейс компьютера имеет мультяшное оформление на растительную тематику большой баклажан улыбается вам и предлагает что-то вроде игривого меню игрового меню создать нового персонажа вам присвоен аватар виде кукурузного початка генерация имени якобы автоматическая но вы сомневаетесь что имя белокурус случайно и знаю который посмотреть файловую структуру и исходный код покопавшихся файлах вы обнаруживать частично внедренную игру под названием белая меландия 3 который по-видимому есть карта сад белами похоже что белами полностью воссоздал в игре свою мастерскую вы замечаете только одно отличие компьютера нет электронный сейф подключен на прямую генератору вы запускаете белыми меландию 3 и ваш овощной аватарь ремонтирует генератор как электронный сейф подкожная броня инструмент броня плюс 5 киборг открытые подкожи пластины обеспечивают защиту от разнообразных видов оружия обнаружить имплантанты можно только при тщательном осмотре осколочная граната у нас была такая кастет оружие для рукопашный и делаешь коина когда надо нечестно выиграть честный бой базовый шанс падаем 90 процентов крит урон вероятность крит пробивания ствол и сплава модификатор оружия ствол сплав прочнее стали и ствол выдерживает более высокие давления в патронике урон плюс 2 мы берем все это ты надеваем раз мы теперь умеем рукопашкой драться более воды также так урон 69 а у этих 68 здесь есть пробитие теперь один из пробития 18 ушки ушки так еще что там этом хотели хотели так модификатор груз но сюда нельзя да нет можно в ствол урон плюс 2 добавляем отлично так что там за игра была большой баклажан хмурится он больше не предлагает меню не кажется не реагирует на действия все нет никакой игры ладно уходим наружная ловушка игра сохранена то есть где-то будут сейчас враги повелитель зверей кровавый зверь охотник дорси кровавый зверь потом и обезвредить требуется взрывчатка 3 сожалению никак максимум их сейчас убьем у нас будет уровень мы можем взять параметры нам не помогут так а сколько у них вообще так один защита один этого защита 13 так у нас пробитие 18 нам нормально по нему нанести урон у этого 6 в этого поможет урон должен быть пониже надо бежит чисто глянуть из-то глянуть урон как не показывает урон так как идет к нам мы должны первые нанести урон а топ примет меня бой начался так сколько у них таких не дотягиваем эти далеко 49 так у нас есть точный удар он на 95 процентов не промахивает пулы лично с 35 дополнительного урона и уменьшает броню цели на 75 вообще а принципе все равно по кому стрелять так урон 114 голову за это вы отведаете моих клинков так теперь у нас это тоже ходит эти у нас еще не добежали эти пока они не добежали а все этот бой вступает это же 1 на мину и не наступаем ну куда-то сюда можно сюда спрятаться но из укрытия почему-то лучше стреляет 86 поэтому не показан и подготовка кстати очень хорошо что они все вместе бегают и не по очереди а сразу перемещаются не приходится долго ждать это не прям хорошо продумали так 60 процентов 74 промах от 6 цель не видно 34 это мало у нас сколько 14 д мы можем было потратить на переход даже не убили это не видно это лучше укрыться окна это вообще может тут присесть своим пистолетом это у нас тоже где-то далеко тоже может укрыться просто где-нибудь тут а все у него вот и закончилось когда вступает в бой у него не хватает очков прячемся сюда 99 в укрытие куда бы перезаряжать вот черт закончились боеприпасы для этого оружия у кого 320 патронов еще пока можете попробовать взять другое оружие или вообще убрать его и драться колыми руками когда выйдете из боя сможете пополнить запасу торговцы или поискать поискав добычу боеприпасов пущих не густо так что имеет смысл запасаться а тут патронов еще ого-го это не видно еще есть два хода промазали если мы присядем то есть нельзя отсюда так ладно перейдем 44 попали энджел только процентов не пишет 90 ну особо никого и не подстрелили такого этого крови учет украшение волчий череп улучшение транспорта украшения капота я зверолов окна на сша это кровотечение его спасти вы заработали очко таланта перейдите на экран талант чтобы разблокировать новый мощный талант то есть мы взяли уровень требуется где наши на все он же истек крови пока их там искал чем перебинтоваться нам нужен шов по моим боку и тут и тут вот это пом устраняет состояние кровотечения да такое должно было быть у лекаря и им лечить его 1 так деньги броня очищенная смола хлам это чрезвычайно веское вещество липнет буквально ко всему и никак не отдирается его можно было бы использовать в качестве клея ядовитые шипы эти острые шипы содержат опасный токсин могут быть полезны хотя и далеко не каждому так новая запчасть украшение волчий череп улучшение транспорта вы разблокировал улучшение транспорта верните штаб рейнджеров чтобы усыновить его на катяк прошел обугленная книга прочесть невозможно вот тут как они забрали теперь можно взять ящик змеиная выжимка используемый предмет та самая единственная на свете выпить чтобы получить 25 коронов в ближнем бою на 36 ходов но после у вас будет 2 у д на 60 ходов в общем надо все продавать все эти бутылки человеческие зубы хлам многие из этих зубов выглядят так будто пациенты не были рады с ними расставаться расстаться оптический сенсор хлам этот оптический сенсор обеспечивает оптимальный анализ окружающей среды и силу противника хлам тут еще есть у нас патроны броня хикарский шлем шлем выглядит просто чудовищно но отличается хорошей вентиляцией да и обзору ничто не препятствует да так можно конечно обезвредить на принципе нам от наверно без толку вытратить одну очку навыка просто обезвредить получить там пять опыта думаю того не стоит так таланты изучение талантов начиная с четвертого уровня рейнджеры получает одну очку таланта раз в два уровня очки талантов используются для разблокировки мощных способностей и пассивных бонусов таланты становятся доступными для изучения по мере улучшения навыков это понятно мы можем сделать метку она стоит 2 аудэ то есть легче выстрелить чем ставить метку снижает клонии врага на 15 процентов отмеченной цели также получает на 50 больше урона от точных ударов пометала так дается садизмом взрывчатка есть знаменитые маневры с двух действий спасающие от приближающихся огненных шаров но никто им почему-то не пользуется укрытие так сопротивление огню плюс 20 сопротивление взрыва плюс 20 тоже не надо мод оружия никогда не знаешь что можно найти внутри оружия разобрав его разобрав его при разборке предметов теперь можно обнаружить модификации оружия это хорошо это хорошо но мы возьмем быстрые ячейки нам не нужны вы буквально грызете пули на завтрак броня плюс 2 пока не нужна 35 хп нам не так надо уклонение не так надо сопротивление крита не так надо нам остается в принципе только разбор да будем разбирать и возможно находить все взяли четвертый уровень это то же самое всезнайка побочный эффект блокировки то что раньше печала теперь будет гудить теперь взломанных вами роботов будет будут атаковать другие противники требуется всезнайка мы еще никого не взломали можно вот это еще это может повлечь за собой снятие гарантии на блок питания вашего робота взломанные роботы испускает электрический разряд при каждом ходе нанося энергический урон находящийся поблизости противникам вот это неплохо можно взять да то есть по порядку необязательно брать можно сразу брать но мы не будем потому что у нас нет ни роботов ничего это метка не нужна потому что тратит 2d чтобы просто поставить метку нам тогда не хватит на второй выстрел а это все как то такое незначительно быстрые ячейки нам не нужны такое ты тоже ничего нету мощные говорит навыки можете взять талант первая помощь вы готова на все ради команды если кто-то вы из кого-то вы ведут из строя в эту часть же займете его место когда союзник тяжело ранен в бою получаете плюс один к скорости боя на два хода ну это полезно да работа с механикой если умеешь строить умеешь и ломать так дополнительный урон по роботу по транспорту плюс 20 тут уж хорошо то есть вот здесь прям либо раз либо два робот транспорт у нас 4 angel пока тоже оставим ладно так этот у нас пятый уровень взял жополис либо восприятие либо жополис у нас потяжка не выпадает а вот жополис да у нас было что не хватало 4 что можно взять к параметры даже не знаете параметры нужно можно конечно тебе еще вот эти добавить потом еще уровень возьмешь будешь тоже больше тебе тебе не надо шанс попадания шанс попадания что-то не мазал так этим тоже получается параметры 2 здесь мы еще не решили до сих пор но нам не хватает инициатива не надо шанс крыта принципе можно эту развивать очки наука получен потом все решим так ящик забрали огненная бомба не трогаем там осколочные были здесь какой-то видимо проход секретный лиса закопанные предметы жуткие куклы вы нашли жуткую куклу жуткие куклы это как обычные куклы но жуткие они дают мощные бонусы действующие на всю группу собираете кукол вы получаете от них пользу до конца игры жуткие куклы не показываются в инвентаре вы найдете их меню архив как и любые обнаруженные вами кассеты а также обучающие инструкции в меню архив можно перейти из меню паузы так любопытная лиси жуткая кукла у этой милашки не будет промашки дает бонус всем членам отряда и восприятие плюс один замечательно так термоусадочные гранаты используемый предмет создавшие это устройство ученые были настолько одержимы своим я могу что ни на миг не задавались вопросом а надо ли требуется чудная наука так метни не чтобы прижать кого-то кто слишком много из себя строить накладывает эффект уменьшения уменьшить то есть надо было сначала посмотреть что она в бой не вошел но можно было и отсюда зайти что не совсем таки не совсем таки и этот скрытое место ладно вожак бац и нет 5 так как обычно как обычно шкура стой стачки сточного 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 шкура сточного волка отличная волчья шкура какой-нибудь торговец может дождать за нее денег клык сточного волка повесить ее его себе на шее чтобы все видели каким крутым одиноким волком вы себя считаете он кого-то загрызкого то одинокого крутого волка может быть он шеи снял у него мертвого джойстик светоусиливающая линза загадки пошли интерфейс светоусиливающей линзы кажется простым большинство операций автоматизировано но некоторые параметры можно настраивать установить на линзу динамическую кроссфотонную матрицу нажать кнопку надписью настроить объем сбора фотонов включить светоусиливающую линзу здесь включу здесь наверно взорвется все на экране появляется веселый цветок с приветствием с ул включена друг да сжег здесь там чувак сидел его можно было вообще сжечь линза включена и вы больше не можете использовать управление улыбающий цветок с шариком в виде земного шара машет вам хорошего дня хорошего дня жалко тут еще есть ящик с броней мы с этой стороны подошли так интересное место массовое захоронение из ямы доносится вонь обугленного мяса и жженого волоса дымящиеся тела скорченной агонии или посмертным мышечным сокращением навалены друг на друга трупы невозможно опознать но по-видимому среди них есть и взрослые и дети приятие один осмотреть его внимательнее возле края ямы лежит судя по размеру труп ребенка похоже он что-то сжимал в руках будто пытался защитить или спрятать взять сверток из рук ребенка вот что здесь курица делала вы извлекать сверток из сжимающих его обугленных детских рук так обугленная книга детских рук и забираете то что внутри эти темы ящик с гранатами берем коктейль молотова медикаменты берем как игра сохранена сейчас что-то будет и сокрыт молодежь ста семей так больше бойни не будет леса так этих надо куда-нибудь вывести туда же подвести наверно а курица раним так и так Саакрид. Безупречная сидящая одежда этого юноши сшита по последней местной моде. Он поднимает руки над головой и начинает явно подготовленную речь. Меня зовут Исаакрид. От лица всех присутствующих я предлагаю нашу безговорочную капитуляцию. Чтобы доказать нашу готовность сотрудничать, сообщаю вам, что злодеи проникли в город при помощи организации Фарана Брайга и... Исаак, как ты мог? Как ты мог связаться с этими людьми? Как ты мог позволить им забрать мою семью? Где мои родители и мой маленький братик? Они... Они в могиле, мимо которой вы прошли по пути сюда. Луси, им не пришлось страдать, честно. Детка, послушай, я же не хотел всего этого. Я пытался их остановить. Правда пытался. И я умолял. Закрой рот прямо сейчас. Так, погоди-ка. Что, детишки, помогали Дорси? Мы... Мы думали, что поступаем правильно. Дорси обещали, что мы сможем их свернуть в Патриарха. Они ничего не говорили про убийство заложников? А как же все другие люди, которых они убили? Или это тебя устраивало, Исаак? Просто расскажи, почему те люди погибли. Это все не у Нелли Норси. Он разыскивал твою семью и все. Именно свою семью. Поэтому я и вытащил тебя из дома до начала налета. Я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Ты не хотел, чтобы со мной что-то случилось? Поэтому позволил дикарям похитить и убить мою семью? Ты знал, что она для меня значит. Ты знал, что со мной сделает... Сделает ее потеря. А ты ведь жива, Луси. Разве не понимаешь? Ты жива. А именно это для меня важнее всего. Где сейчас Нелли Дорси? Он бежал. Взял несколько машин и направился на запад, в горы. Не думаешь, что он собирался возвращаться? Почему ты это сделал, Исаак? Зачем предавать свою общину? Мы уже 50 лет находимся под пятой патриарха. Говорим, что во главе стоят 100 семей. Но на самом деле правит только его семья. Только он. Вы наверняка думаете, что я легкомысленно идеалист, но... Это общество больно. Ему нужны перемены. Дорси действовали самостоятельно или им кто-то помогал. Проникнуть в город им помогла банда Фаррона Брайга. Но я не знаю, как и почему. А еще я послушал, как Нелли говорил что-то о Либерте Бьюкенен, дочери патриарха. Думаю. Думаю, она собирается напасть на Колорадо Спрингс. Из услышанного я понял, что она собирается на равнинах армию. И это будет намного хуже, чем Дорси. Я услышала достаточно. Если я не могла тебя покарать лишь за предательство моей семьи, то за измену могу. Именем патриарха я выношу тебе приговор. Волос ее дрожит, но рука нет. Вы даже не заметили, как она достала оружие. Прошу, Лусье. Я сделал это ради тебя. Я лишь хотел помочь построить лучший мир для тебя. Для всех нас. Не выразить словами, насколько я сожалею. Прошу. Не убивай меня. Пожалуйста. Стоя на коленях, он шмыгает носом. Так. Давай, девочка. Он просто мусор. Стой, Лусье. Есть лучший выход. Лучший выход? Я его не вижу после того, что он сделал с моей семьей. Вы хотите, чтобы все это сошло ему срок? Мы его арестуем и позаботимся о том, чтобы свершилось правосудие. Ага, мы собираемся его отпустить. Вообще-то давай пристрели его. Мне кажется, все равно она его пристрелит. Будет ее первый. Правосудие уже здесь. Прямо у меня в руке. Я с большой радостью отмерю его. Я с наслаждением стану его орудием. Так. Ладно, тогда пристрели его. Арестовать. Лусье, закон здесь тебе не принадлежит. Ты его даже не представляешь. Это наша работа. И мы его арестовываем. Через некоторое время Лусье опускает оружие. И отводит взгляд. По ее щекам текут слезы. Спасибо. Спасибо. Он едва слышно шепчет эти слова. Капрау Марселла Гонсалес. Группа Ноябрь 1. Вас запрашивает штаб Рейнджера в ответе. Мы получаем сообщение о стрельбе в Саду Богов. В точку вашего последнего выхода на связь. Доложите обстановку. Прием. Мы позаб... Так. Мы разобрались с Дорси и арестовали некоторых повстанцев. Пришлите людей забрать их как можно скорее. Мы разобрались с Дорси и хотим передать несколько задержанных в руки шерифа Дэйзи и ее людей. Так. Ну по сути в Дэйзи, да. Наверное. Они образуются этому не меньше моего. Группа Ноябрь. Молодцы, что достали этих сволочей. Конец связи. Так, все, забрали. Так, здесь выход у нас, чтобы обратно не бежать. Можно еще полутач что-то. Так, перекрученная гидравлика. Как ни крути, исправить не получится. Титановое бронепокрытие. Каллимоторный прицел. Модификат оружия. Прицел маленькая точка, как бы говорит. Сюда полетят пули. Требуется 3 мотивиката оружия. Шанс крита плюс 5. Вот, кстати, хорошо. Так, и хлам всякий. Так, сейчас мы... Модифицируем сразу. У меня прицел дает дальность плюс 2. Шанс крита будет лучше. Ту-7. Так будет лучше. Более, пока у нас еще есть этот лусь. Лусье ВСМ. Которая может это совершать. Так, ракета. Ракетомет. Гидроскиновые панели. Модификатор брони по ножу. Клонение плюс 3. Броня плюс 1. Кремнии, керамические чешуйки этих панелей отличаются легкостью и прочностью. Замена или более... Имя более громоздких деталей брони увеличивает подвижность. Медикаменты. Лагерь. Этому лагерю всего несколько дней. Похоже, что сюда торсы сошлись перед тем, как напасть на город. Ну и все, больше здесь ничего нет. Там мы все взяли. Так, если в туман войны... Тумане войны не видны эти? Что можно поднимать? По-моему, нет. Да, через shift нажимаю и ничего. Так, ладно. Отсюда уходим. Он, наверное, сам сохранится, но я... На всякий случай. Действительно отправиться в центр Колорадо Спринкс. Да. Колорадо Спринкс избежал ядерного уничтожения благодаря системе ПВО, призванной защитить военные структуры, расположенной неподалеку на горе Шайен. Вы позволили Исааку выжить после того, как он помог врагам Патриарха? После того, как он помог убить мою семью, вы позволили ему выжить? Зачем арестовывать, если вы убили всех остальных? Чем он такой особенный? Он спас твою жизнь. Он мог ничего не делать. Но он решил спасти тебя из этого дома. Мы не хотели, чтобы его смерть была на твоей совести. Ему запудрили мозги. Он не заслуживает смерти из-за своей глупости. Правосудие – удел закона. Шериф Дэйзи, скорее всего, приговорит его к смерти. Так, ну, во-первых, мы, да, не хотели, чтобы вот была на твоей совести. Я сама позабочусь о своей совести. Я взрослая женщина. У вас нет никакого права принимать за меня решения. Я… Липплэйт. Прекращает. Простите. Я ценю вашу заботу. Просто это очень… трудно. Наверное, вы правы. Не стоит брать на себя такую ношу. Но те, кто по-настоящему в этом виноват, Нелли Дорси и Либерти Бьюканен, узнают, что такое правосудие. Вы поможете мне их найти? Можете рассчитывать на меня и на моё оружие? Там мы поможем. Взамен ты должна следовать приказам, как обычный рейнджер. Нет, мы помогли тебе в саду. Дальше самое. Ну, мы её возьмём, но из что мы их уберём? То есть, если они нам будут не нужны. Конечно. Хорошо. Вы об этом не пожалеете, рейнджеры. Сначала нужно разобраться с Неллием Дорси. Исаак сказал, что он направился на запад, в горы. Без сомнения, он направился на один из довоенных горнолыжных курортов. Там что-то было. Хотя не думаю, что мы готовы к встрече с ним. Он окопается. Да и его лучшие люди при нём. В саду остались только мелкие сошки. Мне казалось, что она согласилась следовать приказам, а не давать их. Пока что нам стоит... Походу, нам к шерифу стоит заглянуть. Так, ну так как мы здесь уже видите, всё были. Так, можно единственное продать клам. Клам. Привет, Джимс! Здравствуйте! Возьмите в Тайване, Джонс и Эмпориум! Моя магазина Сардинли! Рыба, селёдка. Так, продаём весь хлам. Оружие у неё... Не появилось новое. Так, всё, сюда можно выходить. Ну и сейчас хорошо тем, что мы уже всё это обошли. Те локации, то есть нам сейчас бродить не приходится. Чисто идём по квесту. Так, дополнительные задания появились. Справедливость в Диких Землях, уровень 18. Гусей жаждет добиться справедливости. Убийцы и её семьи должны принести наказание, начиная с Неллия Дорси, который отдал приказ. Выследить Неллия Дорси. Лагерь Неллия, где он скрывается со своими самыми... Со своим самым мощным вооружением и лучшими бойцами, находится в горах западу от Колорадо-Спрингс. Чтобы найти его, нам потребуется исследовать эту местность. Нам пока рановато туда. Так, мы вот это, получается, так, уничтожить Дорси в саду богов. Сад богов можно попасть через контрольный, так, усиевесом это мы здесь сделали. Так, награда, надзиратель карцера у нас появится. Вернуться к шерифу Дейзи. Нам удалось расправиться с Дорси в саду богов. Мы также выяснили, что Фаран Брайга, возможно, работал с ними заодно. Нам следует вернуться в участок в центре и всё рассказать шерифу Дейзи. Всё, значит, бежим. Бежим. Так, эти уже, у этих уже нет, у них, видимо, лавка открылась. Надо посмотреть. Трупов нету. А, вот они стоят. Так, уже можно подойти к одежде. Наверное, персонализацию поменять. Да, поменять. Твердить. Марта. Добро пожаловать в магазин, друзья. Джусайя Кассиди. Гляди, Марта. Это же наши друзья. Те, что помогли нам спасти лавку. Чем могу быть полезен? У нас и скидки есть для вас. Именные. Вы с супругой хорошо друг с другом ладите? Так, чему он вообще? Да, слова дурного друг другу не скажем. Супруга ничего не говорит. Но у него за спиной закатывает глаза. Что-то нам можешь рассказать о своем магазине. Вот уж лет 30, как мы обшиваем 100 семей. Они, по большей части, ни к кому больше и не обращаются. Ни за платьем, ни за украшениями. Ну и обычных покупателей, конечно, тоже обслуживаем. Есть и что подешевле. В основном перешитая, подштопанная. Покажи, чем вы тут торгуете. Стричок радостно улыбается и начинает показывать вам товар. Так, костюм оборванца. Курка воняет рыбой, а штаны горелой рыбой. Так, бонус от бартера. У нас бартера нет. Видимо, что он нам скидку делает. 2%. Так, костюм задиры. Любите лазать вам помойкам? Нет, что вы. Профессионал. Рабочий костюм. Пожалуй, рабочий костюм ремонтника лучше всего выражает дух пустошей. Ахромидовые щитки. Это уже обычная броня. Ударогасящая пена. Данный... Так, модификатор брони. Данная интегрированная система предназначается для защиты зрения и слуха солдата. И ограничение негативных воздействий. Несколько ограничивает пользу обзора. Дявление эффекта. Плюс 15, броня 1. Боевой пояс. Модификатор брони и поножи. Этот тактический боевой пояс обеспечивает место для хранения предметов быстрого пользования, которые могут понадобиться в бою. Быстрые ячейки. Плюс 1, броня плюс 1. Водоотталкивающий спрей. Модификатор брони и нагрудник. Поставляется в виде аэрозольных баллончиков. Нанесите толстый слой спрея на броню, чтобы защитить ее от неблагоприятного воздействия внешней среды. 2, модификатор брони. Броня плюс 1. Спротивление холоду, энергии, огню, взрыву плюс 15. Такая же пена. Дорогащий шлем. Тот же самый пояс. Так, броня излома. Мы уже видели. Штаны излома. Так вот этого не было у нас. Броня Радтех. Нагрудник. В задачи инженеров Министерства обороны входила разработка идеального костюма для работы в опасной среде. И успех был достигнут. Хотя могли ли они знать, какую роль станут играть их костюм на полях битв 22 века? Нет, это что-то вспоминаешь, такое было. Что-то мы такое читали. Так, штаны Радтех. Броня плюс 3 плюс это. Так, шлем Радтех. Эта каска настолько прочна, что почти забываешь ее вызывающей клаустрофобию в тесноте и об ограниченном обзоре и о неприятном запахе. Броня наемника, шлем наемника. Танскрита плюс 2, броня плюс 3. Надо понять на тебя ничего толкового. Кроме брони. Эти, конечно, можно надеть на кого-нибудь. Может на этого надеть? Так, вот этот позитивный возьмем. Вы нашли одежду. Можно примерить ее и изменить свой внешний вид, посетив казарму штабе рейнджеров. Помните, что надетая броня будет скрывать вашу одежду. Но вы всегда можете продемонстрировать свое чувство стиля, отключив видимость брони на экране инвентаря. Новый костюм, рабочий костюм. Так, то есть, получается, я здесь могу вообще просто костюм одеть. Эти брони, куртка, куртка. Какой? Железнодорожный. А, ну это да, короче, можно просто поменять. Так, а почему сейчас мы сделаем по-другому? А у нас шериф, у нас шериф слишком мощный, хотя может отрядить. Останемся, он тоже, наверное, ненадолго. Конечно, спутиков нельзя изменить. Это печально. Я только их и хотел изменить. Ну ладно, тогда идем дальше. У нас контейнер нам уже открытый. Все открыто, открыто. Двигаем дальше. О, строй. Так. Дневник бренди, хлам. Маленькая книжка с нарисованными на обложке сердечками, кинжалами и надписью. Дневник прекрасной бренди. Закорючка в букве и краткая, тоже в форме сердечка. Закорючка, то есть краткая. Прочитать нельзя, потому что хлам. Так, что здесь трой вы делаете? За супцу. Бренди. Это самое, трой. Вон те хричи старые на нас прям зырят. Это нормально, Бренди, я справлюсь. А ну пошли вон из рощуги чмошно. Пока я не... А хотя стоп. Вы же старые хричи. Можете нам пиво взять? А то дура Мэри молочный зуб нам не продают. Типа мы мелкие. Лучше мы вам зачитаем рэп. Нафиг бухать, нафиг курить. Давай лучше школу, брателла, ходить. Извиняй, сам купи-то пей. Как-нибудь потом. Да, зачитаем рэп. Охренеть. Прям вообще зашквар, блин. Прям бле. Извиняй, сам купи-то пей. Зашквар. Ну так чё, дадите нам бурс или чё? Как-нибудь потом. А, потом. А чё если мы им дадим бурс? Можно купить. Пойдёмте, купим. Им нужен бурс. Купим им бурс. Так, у них где-то здесь продавец, продавец книг. Значит, не было продавца книг. Нижняя распродажа. Ирова. Клопы, клоуны и одной книги о клонах. Клопы нельзя. Возвращение, детьми. Ещё одна трудная ночка выдалась. Ким кое-что купить. Бурс. Бурс лайт. Вот бурс. Купить. Так, у нас всё-таки действует бартер. Видимо, бартер у этой. Уси. Да, у него бартер 2. То есть, на покупке минус 2%. На продаже плюс 100. Так, купили бурс. Пойдём попробуем им отдать. Ты мне чё, щас за что поставил? Так чё, дадите нам бурс, или чё? Дать бурс. Конечно, малыш, вот, держи. Оба, она, ништяк. Вы прям, ничё, такие хрычи. Ох, ну, малыш, ну я же хотела бурс лайт. И от углеводов пучит. То есть, мы их рассоединили. Оба-на, прям спасибо. Спасибо, но типа, можно нам теперь без вас, а? Ну да, а то у нас тут дела, я-маю. Ладно, бурс лайт им не надо. Так, продавец газет, идём дальше. Так, наш труп, ставленный, которого мы хотели спасти. Так, идём к Дэйзи. Дома, надо сюда перевести несколько шерифов из Бродмура. Если врагу удастся добраться до Бродмура, у нас будут проблемы. Ха, кто тогда позаботится о драгоценной сотне семей? Ну да, они такое точно не одобрятся. Так, шериф Дэйзи. Ой, мало ли мы что-нибудь скажем не то. Вы мне уже понравитесь, Рейнджеры. Я просил о вас об услуге, и вы не подкачали. Больше того, вы притащили мне Исаака Рида и его дружков-предателей в наручниках и в лучшем виде. Не представляется, что так, репутат шерифт Патриарха плюс 5, новое задание одобрения. Задание выполнено, крыто, загнали в угол. Мне предоставляется, что если кто-то совершает преступление в Колорадо-Спрингс, то я отвечать ему перед правосудием Колорадо-Спрингс. Хорошо, что здесь вы с Непс, мы с вами сходимся. Кое-кто из моих людей не был уверен на ваш счет. Мы с вами играем на одной стороне, так ведь? Не будем завязывать слишком крепкую дружбу. Черт возьми, верно. Безопасность города у нас наш общий интерес. 20 шерифов Патриарха плюс 1. Пока я не забыла, позвольте вам представить Хоуп Эмерсон. Она услышала, что вы в городе и хочет к вам присоединиться. Правильно, Хоуп? Очень приятно, Рейнджеры. Я заведовал каталажкой в городе дружбы на восточной границе Колорадо. Подумала, что и вас в штабе могло бы заниматься тем же самым. У вас же иногда бывают арестанты? Некоторое время назад дружбу подчистую раскатали собиратели шрамов. Так что Хоуп подалась на запад. Я ее все пыталась заманить к себе, но она отказывается. У нас с ней есть некоторые ознаклазия по вопросу о преступлении и наказании. Но в целом она умна, благородна и может быть полезна вашей организации. Спасибо за рекомендацию, нам действительно нужен человек на эту должность. Добро пожаловать на борт, Хоуп. Отлично. Тогда я отправляюсь в штаб Рейнджеров и приступлю к обустройству карцера. Считаю, что лучший способ послужить правовому делу – это обеспечить справедливость закона. Даже для тех, кто сам пошел против него. Итак, вернемся к делу. Вы выяснили, как Дорси проникли в город? Похоже, что им помогла банда Фаррена Брайга. Исакрит сознался, что помогал им, но в город их впустила банда Фаррена Брайга. Мы сливать не будем его. Логично. Этот крысеныш прошмыгнул в город лет пять назад, и патриарх, благословя его Всевышний, предложил ему место под его лавочку. С тех пор от него одни только неприятности, так что ничуть не удивлюсь, не удивляясь, что он снюхался с Дорси. Вообще-то, у меня было подозрение, что он тут замешан. Так что я отправила своего лучшего человека в его ночной клуб, Маленький Вегас, поискать какую-нибудь зацепку. Но от него что-то давно нет вестей. Я начинаю волноваться. Скажем, что если я предложу вам посетить Маленький Вегас и проверить, как он там? Если вы вдруг найдете доказать того, что Брайгас пособничал Дорси, я не возражаюсь, вы наденете на гады, наручники и притащите сюда. Сделаем. Новое задание. Большой переполох в Маленьком Вегасе. Найти Дельгада в клубе Маленький Вегас. Награда Завар с иналом в штабе рейнджеров. Завар в арсенал. Короче, арсенал нам дадут. Прищущите мне Брайга. И я сделаю так, что в вашем штабе будет лучший арсенал по эту сторону Скалистый Гор. Оружие, боеприпасы, бронежилеты. Все дела. Сотрудник, которого я отправила в Маленький Вегас, зовут Дельгада. Он человек семейный и лучший инспектор из всех, что у меня есть. Вытащите его, и я снова перед вами в долгу. Всегда рада, рейнджеры. Так, нам седьмого-то не могут дать. Кто тут? Оп. При вашем приближении женщина салютует вам отрывистым жестом. Спасибо вам за проявленный интерес, рейнджеры. И Дейзи за рекомендацию. Надеюсь, что смогу быть вам полезна. Я думала, что будет какое-то собеседование, но если вы готовы сразу меня взять, могу приступить к работе немедленно. Собеседование нет необходимости. Просто вступай к нам в штаб. Там и увидимся. Спасибо. Буду там, как только здесь со всеми попрощаюсь. Рада, буду работать с вами. Так, можно с тобой беседовать. Ну, видимо, уже в штабе все. Эй, слышал когда-нибудь об этих, как их там, пончиках? Жареное тесто в сахаре? А еще посыпка. Без посыпки это не пончики. Конечно же слышал. Жалко, что это все просто сказки. Никто бы не мог такого сделать. Даже до огненного потопа. Я верю, старик. Я верю. Ну, пончики, пончики, это святая. От этих мы уже подслушивали. Кофе-машины. Так, ну, собственно, а вот тут Исаак появился. Можно поговорить с ними. Житель пьяница. Что я наделал? Червяк ты Исаак. Надо было тебя убить. Это такая руки поднимает. Я думаю, она здоровается, она молится. Мне ей в голову не приходило, что мы будем в кого-то стрелять. Молодежь ста семей. Что мы наделали? У нас же предки богаты. С нами ничего плохого не должно случиться. С тобой поступает справедливее, чем ты этого заслуживаешь. Тут никого нет. Ну, все, тогда идем к этому. Вы так пойдете далеко? Пошли. Идем, по-моему, вот это на клуб же. Little Vegas. В принципе, больше здесь житель, житель. У этого еда продается. Так, вот это кто-то. Не нравилась эта работа. Джунко Мурайами. Женщина хмурится и пинает снег. Глядя на закрытый музей. Она подскакивает от удивления, когда вы приближаетесь к ней. Ай, кто вы? Кто ты? Джунко Мурайами. Скульптор, робототехник, историк-любитель и бывший куратор исторического музея Колорадо Спрингс. Бывший куратор. Можете себе представить? Я по-настоящему прибыл раз в музей. Что там было до меня? Куча старого мусора, на который все школы джигонно съезжались посмотреть. Я перенесла это место в 22 век. Собрала старые запчасти, починила аниматронные экспонаты. Обновила все копии, очистила кровь с оружия, собиратели шрамов. Хорошая работа. Почему музей закрыли? Закрылся. Она выпячивает нижнюю губу. Официальная версия на Леодорте. Но мне кажется, что им не нравились мои вопросы о жизни патриарха, которые я задавал во время обновления экспозиции. Но иначе зачем им нанимать нового куратора? Какая тут связь с набегом? Почему ты думаешь, что музей закрылся из-за твоих вопросов? Даже не знаю. Я отправила список вопросов личному секретарю патриарха, кропотливому Джо, о семействе Дорси и разгроме Банн с равнин. Просто хочется разобраться в нестыковках. Он мне так ничего и не ответил. Но после письма произошел налет, и меня уволили без какого-либо объяснения. Не кажется странным? Кажется, ты гордишься этим музеем. Еще бы! Это было настоящее произведение искусства, пока его не закрыли. Аниматронные экспонаты представляют всю нашу замечательную историю. Настоящие реликвии борьбы за выживание выставлены на всеобщее обозрение. Подлинные рукотворные копии утерянных сокровищ. Скажу без лишней скромности. Это работа высочайшего уровня. Мы осмотрели экспонаты. И как вам? Такой работой можно гордиться. Честно, все эти страшные аниматронные головы будут теперь сниться в кошмарах. Ладно, можно гордиться. Да? Спасибо! Приятно, когда твою работу ценят. Я сделала все это не для похвалы. Но если хотите продолжать меня хвалить, то я совсем не против. У нас есть большое помещение в новом штабе, которое идеально подойдет для музея. Хочешь присоединиться к рейнджерам и стать нашим куратором? О, да, кстати, там у нас же место есть. Это круто! Конечно, да! Спасибо! Вы об этом не пожалеете! Штаб ведь находится на старой авиабазе? Я все об этом месте прочитала. Увидимся в штабе. Вот, мы наняли куратора. Так, что-нибудь поменялось. Так, у нас поменялся вот здесь. Так, вот здесь у нас обновился список. Так, он нам следует вернуться. То есть мы вывернулись и все. Эту миссию закончили. Большой переполох в Маленьком Вегасе. Возможно, Дорси пробрались в Колорадо Спирингс при помощи Фаррена Брайга или кого-то из его организаций. Шрифт Дэйзи послала на разведку своего лучшего агента, но он так и не вышел с ней на связь. Она попросила нас выяснить судьбу агента и разобраться с Брайга. Награда за Арсеналом. Так, найти Дельгада в клубе Маленький Вегас. Шрифт Дэйзи отправил инспектора Дельгада в Маленький Вегас, ночной клуб, принадлежащий Брайга. Нам нужно будет поговорить с ним, с его подручными, а также с гостями заведения, чтобы что-нибудь узнать. Больше здесь ничего нет. Так, а здесь мы наняли. Теперь у вас работает медотсек. Так, а здесь не написано про этого. Надирателя мы взяли, врача взяли. Арсенал будет, механик будет. Так, куратор у нас не по списку, но теперь у нас есть куратор. И свой музей. Ладно, идем. Так, тут двое стояли, уже не стоят. Уже не охраняют. Собаки-собаки, репешки. Снежки-снежки. Идем. Действительно отправиться в Маленький Вегас? Yep. Чарли Ноус, чемпион Колорадо Спрингс. По артистичному приготовлению коктейлей. Продолжение следует. Продолжение следует...